Здарова народ, всем отличного настроения, вы смотрите канал China Gadgets и сегодня мы с вами поговорим о мощных новинках от компании Honor, которые буквально вчера презентовали на глобальном рынке на МВЦ. Это в первую очередь флагманские смартфоны Honor Magic 6 Pro и премиальные Honor Magic V2 RSR, а также кроме этого поговорили о новом ноутбуке Honor Magic Book Pro 16 и о планшете Honor Pad 9. Итак, новинок немало, все они для нас довольно интересные и я очень надеюсь, что каждую из них у меня в скором времени появится возможность покрутить в руках, протестировать и выяснить что да как в реальности. Так на бумаге и на презентации все всегда супер позитивно, но надо посмотреть. И вот лично для меня в этом перечне демонстрации новых технологий больше всего, я думаю вы уже поняли, интересен Honor Magic 6 Pro. Во-первых, потому что я стараюсь не пропускать флагманы Honor, вот к примеру буквально этим летом мы с вами тестировали пятую прошку. Смарт в целом интересный, технологичный, есть у него конечно и свои особенности, ну куда без этого, но все-таки он оставил положительные впечатления и тем интереснее будет сравнить и протестировать новинку. Honor Magic 6 Pro получил узнаваемый фирменный стиль, отталкивающийся от пятой серии, но все-таки уже более взрослые. Камеры мне тут нравятся больше, кстати черную версию я бы наверное сделал с медным кантиком, смотрелось бы пожирнее, ну или как например на зеленом. Зеленый кстати не просто цвет, он имеет и небольшую текстурку под бумагу. Сердцем 6 Pro Magic стал флагманский драконий чип, а именно Snapdragon 8 Gen 3 с графикой Adreno 750. Объем оперативки тут получается 12 гигабайт и накопитель на 512 гигов. Кстати сам по себе смартфон компактом не назовешь, он довольно таки крупный, экран тут на 6,8 дюйма, выполнен по технологии AMOLED с разрешением 2800 на 1280 точек и частотой обновления в 120 герц. Кстати шим тут вообще какой-то бешеный на 4320 герц, то есть мне кажется даже тестовыми приборами его ловить будет проблематично, не то что глазами. Кстати также есть и поддержка Dolby Vision, единственное немного смущает апеллевидный вырез под фронталку, лучше чем 3 дырки конечно, но все же штука заметная. Но он тут такой не просто так, во-первых тут ставится топовая фронталочка на 50 мегапикселей с углом захвата до 90 градусов, а также есть ТОВ сенсор, а значит будет постройка 3D карты лица, что следовательно безопасная разблокировка по лицу и так далее. Такое встречается крайне редко. Что по основным камерам, то тут ребят расклад такой. Главный сенсор тут на 50 мегапикселей, довольно крупный датчик системы оптической стабилизации. Затем идет Ширик также на 50 мегапикселей с функцией макро и углом захвата у нас он получается 122 градуса. И максимально необычный телевик из всех что я опять же видел на 180 мегапикселей с 2,5 кратным оптическим и 100 кратным цифровым зумом. Также есть и оптическая система стабилизации. Кстати, вот тут есть реальный шанс на нормальный 100 кратный зум, а не мазню. В общем, расклад интересный, надо все это дело обязательно протестировать. Питает все это дело баночка на 5600 мАч. Ну вот он ровцам на респект. Ребята пробивают психологическую отметку в 5000 мАч. Например, тот же среднебюджетный X9B просто рвет конкурентов по части автономности. А там 5800 мАч, так что думаю и тут хорошая заявочка на самый долгоиграющий флагман. Однако забегать наперед не будем. Также есть 80-ваттная быстрая проводная и 66-ваттная беспроводная зарядки. Есть стереодинамики, сканер отпечатков пальцев в дисплее, нового поколения NFC, поддержка сетей 5-го поколения и максимально актуальная версия Magic OS на 14-м андроиде. И еще одна новиночка, о которой говорили, это Honor Magic V2 с коллаборацией Porsche Design. Откровенно говоря, смотрится прикольно, необычно. Но опять же, кому не зайдет такой дерзкий вариант, у компании есть его более спокойный собрат в классическом стиле, это Honor Magic V2. Кстати, буквально пару дней назад я промывал ему все косточки и даже сравнивал с Самсунгами. Кто пропустил, обязательно посмотрите. В целом, что V2, что V2 в Porsche дизайне очень похожи в плане напички. Основные отличия тут именно в самом дизайне. Построен этот технозверь на базе максимальной версии Snapdragon 8 Gen 2 Leading Version. На борту 1 терабайт накопителя и сразу 16 гигабайт оперативки. Внешний экран это OLED-матрица с диагональю 6,43 дюйма и разрешением 2076 на 1060 точек с частотой 120 Гц. Внутренний экран же это 5-120 Гц крупная OLED-матрица с разрешением 2344 на 2156 точек и диагональю в 7,92 дюйма с небольшим изгибом по центру. Складка тут одна из самых маленьких в классе, как и в целом их габариты. Так, смартфон очень тонкий. Ну, конечно же, по меркам этих самых складных решений. Фронталки, что внутреннее, что внешнее, на 16 мегапикселей. Основная же похвастается датчиками на 50, 50 и 20 мегапикселей. Связочка из главной, широкоугольной и телекамеры. С оптическим увеличением и, разумеется, везде есть оптостаб. Банка тут на 5000 мАч, плюс быстрая 66-ваттная зарядка. Ну и также есть стереодинамики, свежая версия Magic OS на Android. Также говорили о новом ноутбуке Honor MagicBook Pro 16 с технологиями искусственного интеллекта на совершенно новом Intel Core Ultra 7. Графика NVIDIA GeForce RTX 40, 32 гигабайтами оперативная и 1 терабайтам встроенной памяти. MagicBook Pro 16 имеет полноразмерную клавиатуру с цифровым блоком. Ниже находятся массивные стеклянные трекпад и по бокам клавиатуры расположены две решетки динамиков. Ноутбука получил 16-дюймовый дисплей, метр разрешения 3072 на 1920 пикселей, яркость 500 нит. Цена пока что остается в тайне, дата старта продаж в принципе тоже неизвестна. Ну и конечно же показали новенький планшет Honor Pad 9. В целом такой мультимедиа-комбайн для социальных сетей, видео и игр. Тут довольно крупный 12-дюймовый 120 герцовый 2.5К дисплей, выполненный по технологии PS8, 256 гигабайт по памяти, аккумулятор на 8300 мАч с 35-ваттной зарядкой, камеры на 13,8 мегапикселей и Snapdragon 6GN1. Ну и ценник в районе 350 евро. Что по ценам смартфонов, то за Honor Magic 6 Pro на 12,512 просят от 1299 евро. А за Honor Magic V2 RSR на 16 гигов плюс 1 терабайт накопителя уже 2699. Что ж, думаю в скором времени все новинки должны добраться и до местных прилавков. А там уже посмотрим какие цены будут у нас. Ну и вы ребят, как всегда пишите комментарии, что вы думаете по поводу наших сегодняшних героев. На этом моё новостное видео подошло к концу. Всем огромнейшее ребят, спасибо за внимание и поддержку, видеолайков, подписок и одобряющих комментариев. Всем удачных покупок, годных гаджетов и до новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok